Ребята, зачастую уравнение в 13 номере нужно сводить квадратным относительно тангенса, синуса или косинуса Поехали разбираться с первым номером Смотрите, видите у вас косинус и синус квадрат Разумеется, нужно привести ваше уравнение к квадратному относительно косинуса Потому что первое тригонометрическое тождество само нам говорит Давайте представим синус квадрат через единицы минус косинус квадрат И приведем уравнение к обычному квадратному относительно косинуса Косинус мы заменяем на t Где t лежит в пределах от минус единицы до единицы Вспоминайте пределы косинуса от минус одного до одного Предела синуса туда же, ребята Итак, по-другому записываю, как модуль t меньше равен единице И начинаю решать обычное квадратное уравнение уже относительно t Посмотрите, ребята Я решаю через второй четный коэффициент Нажмите на паузу, разберитесь, пожалуйста, что у меня здесь получается 3 плюс 72 это дискриминант 75 75 я разбиваю на 2 множители 25 и 3 25 выношу из-под корня В общем, ребят, тут прям аккуратненько давайте вы разберетесь, посмотрите Надеюсь, вы со мной согласитесь, что так все и получается 2 корня, ребят, t1, t2 3 корни из 3 делить на 4 это больше единицы Вспоминаем, какое у нас ограничение на t от минус одного до одного Не подходит Дальше, t2 минус корень из трех пополам Yes Давайте на единичной окружности изобразим, где находится значение косинуса минус корень из трех пополам А вот, ребята, еще раз, косинус это x Значит, вот на оси x я изображаю, точнее наношу, да? Минус корень из трех пополам Это угол плюс-минус 5π на 6 плюс 2πk Давайте сейчас, внимание, сейчас здесь все сотрется вот так Ребята, так, все стерли и написали пункт 2 Точнее, я написала для вас И давайте разбирать Смотрите, нам нужны корни, которые лежат в промежутке Отрезочек, да? От минус 7π пополам до минус 2π Ребята, если у меня вот здесь минус 2π, то, соответственно, здесь минус 3π Давайте посмотрим на угол, который у меня отмечен зеленым салатовым цветом Что это за угол? Острый угол То есть меня сейчас не интересует вот это отношение минус 3π, минус 17π Не смотрите на это Вообще, этот острый угол чему равен? Вернемся к исходному рисунку Опять салатовым цветом я его уже заранее подготовила Подготовила угол Как вам такое? Так вот, ребят, если здесь 5π на 6, а здесь π То это угол вообще 30 градусов π на 6 Согласны? Еще раз, да? Вот у вас 5π на 6, здесь π π минус 5π на 6, это будет π на 6 Хорошо, тогда смотрите Давайте вычислим, что это действительно получается Минус 19π на 6 Минус 3π минус π на 6 Вот этот острый угол я сейчас вычту Получу, да, минус 19π на 6 Смотрите, в ответе у вас должно быть два угла Минус 17π на 6, минус 19π на 6 И, конечно, в качестве ответа на первый пункт Следующее Давайте этот ответ изобразим вот здесь Ура! Вот ответ на пункт А Ответ на пункт Б Переписываем И что я хочу сказать Смотрите Я не могу оставить без внимания второй способ решения пункта Б К чему я? Если вдруг вы только что такие Че она сказала? Я не понял, как решается пункт Б Че это за окружности? Куда вертеть? Как вычислять углы? Возможно, вам это сложновато Давайте разберем второй способ решения пункта Б Итак, что я сделала? Я все стерла Оставила только ответ на первый пункт Смотрите По сути, речь идет о том При каких К Мой ответ Помещается вот в этот отрезок Лежит внутри него Ну, либо на границах, да? Так давайте найдем эти К По отдельности сначала с плюсом возьмем 5П на 6 Потом возьмем с минусом Минус 5П на 6 плюс 2ПК И посмотрим, при каких К Итак, мы пишем двойное неравенство Мой ответ Вот он Лежит в пределах от минус 7П пополам До минус 2П Итак, я потихоньку начинаю избавляться от всего лишнего Чтобы у меня осталось в конце только К Сначала я вычту из всех частей двойного неравенства 5П на 6 Итак, вычла отсюда Получила просто 2ПК Отсюда, когда вычла Тут все преобразовало Здесь тоже все преобразовало В правой части Получила следующее двойное неравенство Минус 26П на 6 С левой стороны Правая граница Это минус 17П на 6 Теперь осталось 2ПК Разделим на 2П И левую, среднюю, правую часть Получим следующий ответ От минус 13 шестых К лежит, да До минус 17 двенадцатых Смотрите, минус 13 шестых Минус 12 на 6 это минус 2 То есть чуть больше минус 2 Минус 17 двенадцатых Это чуть больше минус единицы К должны быть целыми К принадлежат Z Поэтому единственное целое число В этом промежуточке Это минус 2 Поэтому при К равном минус 2 Мой ответ лежит вот в этом отрезке Давайте посчитаем Если К равно минус 2 То здесь получается минус 4П Так просто возьмем, посчитаем Получим минус 19П на 6 То же самое проделаем для корня с минусом Сначала избавимся от вот этого Минус 5П на 6 Получим следующее значение Посмотрите, нажмите на паузу Перепишите Согласитесь со мной Итак, дальше разделим Каждую часть на 2П Чтобы осталось только К Еще раз Единственный корень Единственное К Получается целое в этом промежутке Это минус 1 Найдем при минус 1 Сколько получится Минус 5П на 6 Минус 2П Минус 17П на 6 Итого вот у нас, ребят, те же два ответа Минус 19П на 6 Минус 17П на 6 Если вы считаете, что этот способ вам удобнее Пользуйтесь им Если вы считаете Если у вас в голове сейчас такой вопрос А зачем он нам показал тогда предыдущий способ? Зачем он нужен был? Поверьте, нужен Не отвечу вам на этот вопрос Вот оба способа Первый пригодится чуть позже Знайте оба Ребята, напомню, что тригонометрические формулы Вам встретятся еще в задании номер 9 И такая тема, как правило приведения встречается Но там в основном вы увидите такие углы, как Альфа плюс 3П пополам Альфа минус 3П То есть четко табличное значение Что касается первого номера, второй части То есть задание номер 13 Вот вам могут встретиться такие углы, как Х минус 11П пополам 13П на 7 19П на 4 И так далее Поэтому я вижу смысл в том, чтобы вам подробно-подробно разжевать Откуда я из косинуса Х минус 11П пополам получила Минус синус Х Поехали Итак Во-первых, мне удобнее 11П пополам И вообще все вот такие обыкновенные дроби Представить в виде десятичных Поэтому я 11П пополам говорю, что это 5,5П Дальше я смотрю Сколько периодов можно выбросить Период это число, которое мы выбрасываем И ничего в значении тригонометрической функции не меняется Так вот, период у косинуса это 2П Насколько вы помните Я могу выбросить 2 периода То есть я мое значение минус 5,5П Раскладываю на минус 4П Минус 1,5П Вот это я выбрасываю И у меня остается косинус Х минус 1,5П Полтора П Теперь я обратно верну в обыкновенную дробь 3П пополам Что здесь? Почему я поменяла? Друзья, косинус это четная функция Косинус минус Х равно косинус Х Поэтому я просто поменяла знаки местами в аргументе И значение тригонометрической функции не изменилось при этом Еще раз, друзья, здесь была полтора П Это то же самое, что 3П пополам А вот теперь это табличное значение 3П пополам минус Х 3П пополам это у меня вот здесь находится Вертикаль Поэтому меняется на синус Единственное, что осталось посмотреть В какой четверти лежит угол Угол лежит 3П пополам Минус Х лежит в Так, третьей четверти, правильно? Хорошо, значит получается ответ минус синус Х Вот, друзья, на этом примере подробно-подробно разживала Обращайтесь всегда к этому заданию Если у вас возникнут трудности с переводом Хорошо, у меня получилось минус 2 синус Х косинус Х равно синус Х Возвращаюсь обратно к заданию Вот сейчас вот здесь, пожалуйста, напишите Аларм, аларм, аларм В капслоке Пожалуйста, 4 восклицательных знака Нельзя сокращать вот так синус и синус Нет! Так, давайте еще раз, другим цветом Аларм 6 восклицательных знаков мне, пожалуйста Ребята, вы потеряете корень Вы потеряете корень синус Х равный нулю Мы можем только перенести в одну сторону Вынести синус, общий множитель, да, за скобки И дальше уже сказать Если у меня два множителя равны нулю Произведение их, да, то каждый из них равен нулю Решаю два уравнения Здесь Х равен ПК Здесь плюс-минус Пи на 3 плюс 2 ПК Вот они ответы Друзья Запомнили? Хорошо Ответ здесь На пункт А Пункт Б я буду объяснять со второго метода Помните, когда мы составляли двойное неравенство? Окей Итак, первое значение у меня было ПК Вот я составляю двойное неравенство для этого значения Нахожу область допустимых значений К От 3 до 4,5 Нам нужны целые Поэтому только 3 и 4 подходят Подставляю Это 3 и 4 в ответ Получаю 3П и 4П Два корня найдено Следующее 2П на 3 подставляю К может лежать в пределах Ребят, не расписывала Посмотрите сами Убедитесь, что это действительно так От 7,6 до 23,12 7,6 чуть больше единицы 23,12 чуть меньше двойки Целых значений там нет Поэтому ответ с 2П на 3 плюс 2ПК не подходит Не лежит он в этих границах Дальше Почему я говорю в этих границах? В этом промежутке Да Так вот Смотрим для минус 2П на 3 плюс 2ПК Хорошо Составляем двойное неравенство Убедитесь, что действительно К лежит от 11П на 6 От 11,6 до 31,12 И дальше мы понимаем Что 11,6 чуть меньше двойки 31,12 не доходит Так, это чуть больше двойки Правильно? Значит, К равно 2 Подставляем сюда Получается минус 2П на 3 плюс 4П 10П на 3 Итак, у нас есть 3 ответа 10П на 3, 3П и 4П Ребят, теперь быстренько Первый метод, которым я объясняла Через окружность Смотрите От 3П, 3П находится здесь До 9П пополам Это 4,5П Вот здесь находится Получается, вот в этом промежутке Нам нужно найти корни Во-первых, что я делаю? Я отмечаю корни, которые у меня уже есть ПК находится здесь и здесь Вот они, ПК Плюс-минус 2П на 3 Вот они у меня Два уголочка Я их тоже обозначила Вот, соответственно, уже здесь Я не прибегаю Видите, я здесь лишнего сделала Ну, не лишнего Но убедилась, что да Целых значений нет А здесь я бы даже и не смотрела На этот корень На этот уголок Правильно? Хорошо 3П подходит Здесь нужно изначально выяснить Что вот это за угол Давайте его сделаем салатовым цветом Чтобы вы видели его Вот этот салатового цвета Обозначенный угол Мне нужно найти Для того, чтобы прибавить его к 3П Получить ответ, да Это П на 3 Поэтому 3П плюс П на 3 Это как раз будет 10П на 3 И следующий угол 4П Вот у меня 3 ответа Наглядно, да Тут, наверное, проще Первый метод безошибочный Скорее так, друзья По-прежнему вам решать И тот, и тот верный Итак, ответ перед вами Перепишите задание Если вы еще этого не сделали И двигаемся дальше В следующем задании Очень много формул Да, целых 2, ребята Смотрите Первая формула Это синус двойного угла Вау, расписали А вторая формула Это косинус разности Посмотрите на формулу Косинуса разности И примените ее к данному уравнению Получится произведение косинусов Минус произведение синусов Хорошо Косинус П на 4 Это известная нам величина Корень из 2 пополам Подставила Перемножила еще с корнем из 2 Правильно? Все остальное пока не трогала Что сделала дальше Все перенесла в левую сторону У меня получилось Что у меня есть подобный Косинус 4ПХ Окей Если мы говорим про правую сторону Это будет 2 косинус 4ПХ Здесь все посокращается Согласитесь Корень из 2 в квадрате Кажется, это 2 Да Итак Перенесли в левую сторону Получили минус 2 косинус 4ПХ Ребята А дальше нужно заметить Что нужно сгруппировать Посмотрите 2 косинус 4ПХ Я вынесла Вот отсюда И вот отсюда Мне так нравится Говорить вот отсюда Вот отсюда А вдруг вы просто Лишь на дела Не слушаете Такие Как аудиокнигу Там просто Вот отсюда Отсюда Потом берете Сюда И вот сюда И вот так вот Посмотрите на этот угол Да, ребят Лучше меня смотреть Это правда Так, значит Вот отсюда И вот отсюда Мы берем 2 косинус 4ПХ Скобка остается Синус 4ПХ Минус единица Правильно Дальше мы выносим За скобку Все, что осталось Синус 4ПХ Минус единица Давайте теперь Общий множитель мы видим Это Синус 4ПХ Минус единица Вынесем его Получится произведение Двух Множителей Когда у меня Равны два множителя Нулю Когда Один из них Равен нулю Это понятно Так Получается Два Тригонометрических Уравнения Давайте их решим Ну что, друзья Решение мы получаем Косинус 4ПХ Одна вторая Синус 4ПХ Единица Когда у нас Косинус 4ПХ Одна вторая Когда угол Равен Пи на 3 Дальше Нас не устраивает Вот этот 4П Убирайся отсюда Как оно уберется Раздели все На 4П Получим Плюс-минус Одну двенадцатую Плюс К Пополам Здесь тоже Мне не нравится 4П Разделим все На 4П Получим Одна восьмая Плюс Н пополам КН принадлежат З Вот так решается Первая часть Нашего задания Ребята В пункте В вашем отрезке В который вы должны Включить корни Нет никаких Пи То есть никакой Окружности Она вам не поможет Через Двойное неравенство Конечно Итак У вас есть пункт Не пункт Корень Первый Второй Третий Итак Вы просто должны Взять Заключить это В двойное неравенство И его решить Постепенно Сначала избавляемся Вот одной двенадцатой Вычтем везде Одну двенадцатую Потом все Домножим на 2 Это вы уже умеете Поэтому В сокращенной форме Привожу вам ответ Решение точнее К Минус 1 0 1 Вот такие значения Может принимать Подставляем эти К В наш корень Вместо К Получаем Три корня Далее Следующий корень Рассматриваем Получаем Три корня И Последний корень Тоже Три корня Вот Девять корней На ответ Пункт Ну Ничего страшного Да Девять Отлично Друзья Ответы перед вами На пункт А На пункт Б Перепишите Все в тетрадь Сверьтесь Правильно ли у вас получилось Если да То вы молодцы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok